Всем приветики! Заказал себе новый телефон. Самое интересное, что долго не мог выбрать себе телефон. Сейчас телефоны современные. Хуже, чем мой, который я покупал в 2018 году. У меня сейчас этот телефон, на который я снимаю, Xiaomi Redmi Note 5. И он получше будет, чем некоторые современные. А те, которые круче, чем мой телефон, они и стоят очень дорого. По 1500 долларов, по 2000 долларов. Это реально крутой телефон, а остальные какие-то не очень. Но в итоге я решил взять вот такой телефон. Он получше, чем мой. Будет, правда, старенький. Он 2019 года. Самое интересное, что я когда всегда покупал телефон, я никогда не переживал за покупку. А сейчас, когда покупал, что-то переживал. Думаю, этот телефон уже сняли с продажи, а я его покупаю как новый. Типа, то есть неужели он где-то еще на складе завалялся? Или все-таки у меня бэушный подсунут? Вот я за это переживаю. Вот такая у него коробочка спереди. А сбоку, тут, снизу там получаются серийные номера написаны. Я их закрою. А здесь вот такая вот штучка. Там штрих-код, а сзади что? Ну и две наклеечки. Ну, наклеечки такие, конечно, можно наклеить. Я рассчитывал, что здесь полностью упаковка будет. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, что все будет хорошо. Почему-то реально. Я раньше, когда покупал телефоны, вообще заказывал в левых магазинах. Раньше, когда я покупал телефоны, я просто смотрел отзыв о телефоне. И все. А в магазине в любом покупал. То есть, увидел телефон и заказал. Даже не смотрел, у кого заказывал. А сейчас, я помню то, что отзывы о телефоне почитал. Я еще отзывы о магазине почитал. И вроде бы нормально. Просто, что там отзывов мало было. Ну, и вот он, получается, сам телефон. Он такой тоненький. Ледяной белый. Как там написано? Как там было написано? А где оно? Там, на коробке, на той стороне коробки, да? Ледяной белый. Он реально прикольный. Смотрится прикольно. В такой пластмассочке лежал. И вот он, телефон. Ну, белый красивый, конечно же. Прям реально красивый. Ну, я, получается, осмотрел такого вокруг. Вроде царапин нигде никаких особо таких нету. Ну, то есть... Ну, просто... Я почему волнуюсь? То, что этот телефон... Ладно, когда телефон выпускается, его продают. А этот телефон уже не выпускается. И его почти что никто не продает. Обычно, когда смотришь... Ну, телефоны, которые продаются в магазинах, которые могут его продать, там штук 20. А этот телефон продать могли магазинов только штук 5. И я думаю о том, чтобы он не оказался бэушным. Ну, то есть... Типа, кто-то им попользовался, а потом решил продать. Типа, как новый. И вроде царапин нету, но вот... Пыленка здесь какая-то такая вот помята, а здесь загнута. Хотя он в коробочке... Не знаю, должно ли это так быть здесь помята. И еще, вот если эту штуку снять... Ну, естественно, там все новенькое, как бы, наверное. Сейчас я гляну. Хотя, с другой стороны, там вот и отпечатки есть. Не, наверное, все-таки бэушными это кажется, я не знаю. Потому что оно здесь не видно, там, как такой отпечаток. Вот, я снял... Не, на камере не видно. Я снял этот... Снял, получается, наклеечку. А здесь такой отпечаток, просто на камере не видно. А там такой отпечаток. Хотя только наклейку снял, под ней ничего не должно быть. И наклеена еще пленочка. Не знаю, должна быть пленочка вот эта вот. Вот пленочка наклеена. Должна ли она быть? Идет ли она в комплекте или нет? В комплекте вроде не писали про пленку ничего. Вот. Потом тут что? Скрепка. Ну, как открывается, здесь получается, что скрепка лежит. Вот это вот эта, которая доставать сим-карту. Причем-то она не достается. А, вовсе досталось. Вот так выглядит интересно, конечно. Так, здесь что у нас? Инструкция. Краткое руководство пользуется. Ну вот, получается, русский. Здесь знакомство с устройством. Начало работы. Управление двумя сим-картами. Дополнительная информация. Руководство по технике безопасности. Потенциальная среда заправоопасно. Ну, короче, здесь много всего. И в итоге, если перейти к комплектации. Телефон одна штука. Зарядное устройство одна штука. Кабель для передачи данных. Инструмент для извлечения сим-карты. Руководство и гарантийный талон. А на нем, про то, что написано. Ну, не написано. Про то, что на нем должна быть наклеена. Наклеена пленка. Так что, я не знаю. Я вот насчет этого переживаю. Что бушный не купить. Потому что так-то бушный можно было и за долларов 200 купить. А я его за 400 купил. Потому что я хотел именно новый. Ну, здесь, честно говоря, все выглядит новым. Запечатанная вот эта штучка. Вся такая вроде как новенькая. Там все такое еще не царапанное. Внутри новенькая. Скрепка тоже еще не такая вся новенькая, не изношенная. Но коробки, вот, к примеру, я не знаю. Внутри вот почему она зацарапанная. Ну, то есть, вот, и не царапина. Она же была внутри, то есть, не открывалась, как она. Так, здесь что? Кабель. Ну, кабель тоже вроде как на вид новенький. Такой вроде еще не использовавшийся, не зацарапанный. Так, здесь что? Ну, тоже зарядка и кабель вообще как будто бы новая полностью. Так, здесь что? Это переходник, да? У меня эта штучка заклеенная, то есть, не открывалась. И там переходник с Type-C на наушники. Потому что там порта для наушников, кстати, нет. Ну и все. Все, здесь больше ничего нету. Ну, в общем, чтобы осмотрела видео в интернете, оказывается, вот эта пленочка, которая здесь наклеена, да, она идет в комплекте. В других видео о распаковках на YouTube есть эта пленочка. Хорошо, что, кстати, на YouTube есть распаковки. Эта пленочка есть. А вот это, что у меня было помятое, вот эта штука, которая сверху наклеена, она не помятость, она там, она должна быть, ну, не помятое. И сзади еще у кого-то здесь была какая-то пленочка наклеена. У меня нету. Плюс. Вот эта коробка, в которой все было, на ней еще должна быть пленочка полностью вся закрывающая, а не наклеечки. Получается, мне реально бы уж не продали. Почему я до этого не посмотрел? Самое интересное, что я перед тем, как отдать курьеру деньги за телефон, достал его из пакета, он был в черном пакете, и посмотрел на него. Увидел, что есть две наклейки, подумал, все нормально, отдал деньги и забрал телефон. Почему я до этого не посмотрел видосики с распаковкой на YouTube? Я бы увидел, что там должна быть пленка, я бы сказал бы, а где пленка, почему там только наклеечки, и не взял бы, естественно. Ну, короче. Короче. Ну, попробую позвонить, узнать, можно ли его вернуть, потому что, получается, он бэушный. Вот. Ну, а включать его, естественно, не буду, потому что, ну, во-первых, он с холодом, он должен приезжать погреться, ну, и плюс попробую вернуть его. Вот. Ну, на этом все. Всем пока-два. Пока-два.